Если так сказать по официальным сведениям, то у меня несколько мастеров спорта по разным вопросам. Я четырехкратный финалист чемпионата мира по некоторым видам спорта, плюс я финалист чемпионата России по легкартическому многоборью, чемпион дальневосточного округа по некоторым видам единоборств и плюс мастер спорта международного класса, судья международной категории. Так что в принципе, причем я до сих пор действующий и так далее спортсмен и постоянно поддерживаю форму на очень высоком уровне. Алексей, возьмите мне ученики. И по поводу того, что Австралия возможно не материк, почему бы нет? То есть я, например, как-то категорически не придерживаюсь того, что официальная версия абсолютно права. Так что вот так. Вот что я думаю. Да, здесь больше не профессионально тогда уже вопрос получается. Просто вот социальное наблюдение, то что люди, которые уезжают в Австралию, что-то происходит такое странное, что они уходят со связи. И у меня такое наблюдение, то есть есть знакомых, почему-то люди перестают общаться. Вроде бы интернет есть, вроде бы современные телекоммуникации уже распространились по всей Земле. Но почему-то оттуда ни слуху, ни духу. Да, интересно, что они оттуда, бывает, приезжают. Когда они приезжают, они ничего такого особенного не рассказывают. Они просто говорят, да, там все хорошо, там вообще круто. Потом опять уезжают и опять ни хрена от них нет. Вот интересно, что вот это точно. Да, то есть континент, конечно, уникальный сам по себе. Но я вам скажу, это касается и похожее с Канадой. Да, вот два континента имеют схожие принципы. И, кстати, набор людей тоже схожий. Инженеры, врачи. Вот это главная спецификация по набору людей. То есть и те, которые уезжают и в Канаду, и в Австралию, то есть уезжают, и от них практически ничего не слышно. Очень странное такое наблюдение. Ну ладно, перейдем все-таки на тематику строения Земли. Алексей, скажите, пожалуйста, может еще есть какие-то вот странные, ну, ваши личные наблюдения, ваши помыслы по поводу того, что какие-то косвенные признаки. То есть что вам со стороны указано? Из последних полетов, вот скажу, что когда летал вот только что, буквально неделю, и как вернулся из Забайкалья, самолет летит на очень большой высоте. Обычно самолет, ну, опять же, со слов пилота, я же не знаю, на какой на самом деле высоте он летит. Со слов пилота, вот самолет летит на высоте 12 километров. В то время, как обычно, ну, вроде как 9 тысяч метров, 10 километров, ну, 10,5 километров летит. Тут 12 километров летит самолет, я вот тут, не знаю, могу выложить. Фотографирую уже не первый полет в горизонт, он идеально ровный, ну, идеально ровный. И что интересно, что он на уровне глаз, действительно, что по идее из такой высоты он должен хоть немножко опуститься. И второе, что он должен хоть немножко закруглиться. Ну, он абсолютно ровный, раз. И еще, что мне интересно бросается в глаза, что у меня вот интересно, ну, версия Вячеслава Котлярова подтверждается. Такое ощущение иногда, как будто ты переходишь в другой немножко мир, что ли. Потому что иногда пролетаешь некую полосу, где облака поднимаются до высоты как раз 12 километров. Потому что обычно облака, они где-то далеко внизу, и ты пролетаешь, как такую пушистую лужайку над ними. А вот неожиданно пролетаешь, как будто некий портал, что ли. То есть вот облака поднимаются до высоты почти 12 километров, идет вокруг такая муть туманная. То есть ты летишь, как сквозь туман, очень долгое время, ничего не видишь, не видишь, не видишь. А потом ба-бац, и опять облака внизу. И ты как будто в какой-то барьер перешагнул, что ли. Ну, и вот опять летишь. Но что, вот горизонт ровный, я уже второй раз в Красноярск летал, там где-то 8 месяцев назад. Буквально неделю назад летал в Читу, и все время наблюдаю, самолет летит высоко, и абсолютно ровный горизонт, прям идеально. Я фотографировал, даже потом линейку прикладывал, идеальнейшая ровная линия. Это вот мои последние наблюдения, чисто сам даже могу выложить куда-нибудь. Добрый вечер, мне надо задать вопрос. Да, 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 Светлана. К сожалению, я только что подошла. Добрый вечер, меня зовут Светлана. Здравствуйте. Я хотела бы спросить кое-что о радиосвязи. Дело в том, что я интересуюсь этим вопросом, немного, можно так сказать, я разбираюсь, потому что вся информация я получаю от первоисточника, который занимается телефонной радиосвязью. Так вот, я хотела бы спросить, а как же связь осуществляется на глубине, на морских глубинах? Какую используют, какую частоту используют? Высокая частота или низкая частота? Потому что я знаю, что высокая частота, она... Низкая, низкая, Светлана, это знает радиоинженер. То есть на высокое оно бы не пробивалось через... Не пробивалось, вот поэтому я и спрашиваю. И до какой частоты используется низкая частота? Я специально это спросила, потому что я хотела точный ответ. И низкая, я знаю, что низкая частота используется, потому что высокая частота не может. Она до 5 километров используется, если в пространстве. А вот в водном пространстве и до каких герц используется низкая частота на глубине? Лично я этих параметров не помню, так как я с подводным флотом, флотом знаком только косвенно. Хорошо. Тогда, тогда... Хорошо. Ладно, это не столь принципиально. Мне принципиально знать, что низкая частота. Хорошо. И тогда я хотела бы еще спросить, есть ли радиосвязь используемая, та же, которую мы используем, когда для телефонной связи наземной? Такая же или там что-то все-таки другое? Там что-то другое. Я не могу сказать точно, во-первых... Не, у меня есть там кое-какие сведения, но я вообще-то предпочитаю сильно не распространяться, потому что иногда случайно можешь что-нибудь ляпнуть, а потом черт его знает. Не, лучше лучше не говорить ничего. Хорошо, хорошо. Тогда еще... Ну, точно могу сказать, что там совершенно отдельные каналы. Там специальные... Там, ну, скажу, что объем информации, которая передается по защищенным каналам и по тем тем, он существенно превосходит объем нашей легальной информации по каналам. Там совершенно другого рода все. И там свое как бы государство в государстве. Вся эта там система связи, которая идет по каналам там военно-морского флота или каналам другим. И оно иногда даже на других принципах или на других совершенно частотах они там отдельно как раз они сделаны так, чтобы они даже случайно и даже в самом страшном сне никаким образом никто случайно на них отткнулся, да, и так далее, ты не пересекался уж тем более, да. Хорошо. Извините, Светлана. Я добавлю просто... Последний вопрос. Прием передачи осуществляется от корабля на корабль или есть какая-то передатчик, как бы сказать, водный передатчик, наземный водный передатчик, который... Ретранслятор. Ретранслятор, правильно. Я думаю, что вся связь проходит по каналам, по которым может быть осуществлен внешний контроль. Внешний контроль. Да. Отлично. Все поняла. Огромное спасибо. Понятно. Светлана, я просто отвечу на этот вопрос. Грубо говоря, если по поводу подводных водок, для того, чтобы их не запролинговали, они дают короткий импульс. То есть они сжимают свою информацию, то есть зашифровывают, и дают импульс на базу в центр. А центр, который находится в каком-то городе, в зашифрованном варианте, дает на, скажем так, на длинных волнах, то есть на низкой частоте по всей Земле. По всей Земле. Да. И подводная лодка, которой передается информация, она может это расшифровать. И то же самое касается боевого корабля. Так надо сигнал так скорректировать, потому что если... Ну, мы не говорим о высоких, а приори мы оставим, потому что это не этот случай. Низкая частота, она всё равно отображает и может модулировать частоту. И, значит, надо определённое расстояние, и, значит, надо точно знать, что по пути следствия должно быть ровная поверхность, потому что если какой-то есть, ну, изгиб, там, впадина или изгиб, хотя это низкая частота, она огибает, но она всё равно мультиплицирует или аннулирует вот эту частоту, сигнал, perdón, не частоту, а сигнал, значит, на конечный путь, на пункт приёма и потом обратной передачи она может не поступить. Вот здесь у меня вопрос. Каким образом осуществляется, если это мобильная платформа, ну, мы говорим о корабле, он же двигается, и вот здесь, значит, кто-то посредине, значит, должен быть какой-то ретранслятор. Вот есть ретрансляторы на глубине, на земле, на глубине на земле. Есть такие ретрансляторы или нет? На земле есть. На земле. А на глубине? На глубине нет. Значит, вам надо подняться на какую-то... Антенну высовывает. Лодка высовывает. Подсплывает, ей запрещено всплывать. Она подсплывает на определенную глубину, высовывает антенну, выстреливает импульс длиной 0,3 секунды, который в сжатом виде улетает. Если на длинное сообщение несколько раз подсплывает, несколько раз выстреливает. Этот импульс отлавливается специальными наземными станциями, централизованным, причём в таких населённых пунктах, которых вы даже не ожидаете. И, соответственно, дальше всё как колороман. И используют, если так, наземная антенна, используется нормальная наземная антенна, которая наша для обыкновенной мобильной связи, или это отдельные антенны? Это отдельные антенны, они специально в общем устроены. Прекрасно. Я благодарю вас. Ну, для этого как раз и разработано шифрование, даже если его запеленгуют, ну, то есть не запеленгуют, а группа получат этот сигнал, они его расшифровать не смогут. Тут, Алексей, тут больше такой вопрос, я так понял, от Светланы, такой. Если бы это находилось на круглой земле или плоской, получается, какой-то корабль дает импульс, то, соответственно, центр может и на себя сразу принять, то есть это зависит только от мощности корабля, то есть насколько он может выдать мощный импульс. Типа, то есть если земля сильно закругленная, то, соответственно, нужен ретрослятор. Ну, я в это дело тогда не вдавался в подробностях и не в курсе был. Честно говоря, скажу, что при военной службе очень часто так воспитывается, что вот эта обстановка тотальной секретности и большого количества наказаний за это воспитывает то, что никто никуда не лезет и больше воспринимает как некую данность, некую информацию без особого обдумывания. Типа, есть и есть. Нет и нет. Есть и есть. Хорошо. Тогда еще... Извини, я просто сейчас закончу по поводу этой темы. Просто надо... Хорошо, я записала, чтобы не забыть. Да, да, да. Да, сейчас, сейчас. Я просто закрою эту тему. Светлана, тут просто вопрос такой. Дело в том, что так доказать, то есть какая земля то есть плоская или круглая, дело в том, что тяжело. Официальная... Ну, официальная наука говорит, что есть такое понятие, как переотражение от иона с яд. Поэтому данный вопрос, к сожалению, то есть никак не сможет доказать, то есть форму земли. Поэтому... Да нет, я тут немного... Я понимаю, это очень хороший тоже аргумент, который ты сейчас говоришь, но правильно, я согласна с тобой и сейчас мы должны тоже его поднять. Но я по-другому хотела еще сказать. Вот по импульсах мы используем низкую частоту, но низкая частота, как низко она бы не была, она все равно через толщу воды она не может пройти. И поэтому я хотела бы знать, если есть ретранслятор, значит ретранслятор должен находиться все равно на какой-то близости от проходящего судна. Толща воды, она дает сильные помехи. И если идет... Ну, постоянно идет колебание водной стихии толщи воды, и она постоянно отражает... молекулы воды отражают или усиливают или аннулируют сигнал. И здесь невозможно... Вот в чем дело. Невозможно это предвидеть. Только ретранслятор, значит корабль должен на какой-то небольшой удаленности проходить возле ретранслятора. И значит по курсу должно быть много ретрансляторов. Это физика. Это тут... Я ничего не говорю, я ничего не придумываю. Даже при низкой частоте вода, снег или металлическая поверхность отражает даже низкие частоты. Низкие частоты не могут пройти через вот эти поверхности. Я могу добавить такой вариант. Я не знаю насчет ретрансляторов, но у всех подводных лодок, которые определенные задания выполняет море, у них они не могут в любой момент времени взять и начать общаться. У них существует только расписание и в том числе заданные заранее районы, где они могут подсплывать и в какое время они могут выдавать сигнал. То есть это, конечно, информация секретная, но все-таки она заранее известна, как и тем, кто слушает эфир, как и, соответственно, командир подводной лодки. Вот. Соответственно, предположим, если про ретрансляторы, то теоретически эти районы и время, когда она может всплывать, возможно, может быть согласована в том числе с работой так называемых ретрансляторов. То есть, потому что лодка не плывет абы где и вдруг не с того, если он решил пообщаться. Нет, это категорически запрещено по многим причинам. поэтому, в общем, так. Значит, у нее есть курс, определенный курс, есть задание, она не имеет права выходить за рамки вот этого определенного курса. Так? Да, за исключением неких форс-мажоров, которые тоже предусмотрены. Но это, считайте, война. Война. Да. И это знает только командир корабля и никто другой. И только он дает команды. И даже он может не знать, потому что у него существуют иногда там некоторые пакеты, которые он должен вскрывать только в определенных местах в определенное время, предположим. Поэтому он заранее может даже не знать, что там произойдет или не произойдет. Значит, даже и командир корабля как авторитет, ну, скажем так, государь на этом судне, он тоже не знает даже настоящих очертаний береговой линии, если так. Скорее всего, да. Так, на самом деле, в принципе, вот как мы вчера озвучивали это я сам в штурманской рубке сидел, многократно был штурманом, вахтином и так далее. Да, там морские карты, они довольно крупного масштаба, они очерчат какую-то береговую линию. По этим локальным данным трудно составить впечатление о том, где ты плывешь. Так-то, в принципе, конечно, объективное визуальное наблюдение согласуется с тем, что видишь на картах, но так как карты очень крупного масштаба, то, конечно, они не дают какой-то большой картинки обзорной, чтобы можно было понять, где ты вообще в принципе плывешь. Написано Африка, ты веришь, что Африка, но в принципе могла быть все что угодно. То есть ты как бы объективно все равно не можешь сказать, где ты на самом деле. Ну да, там координаты какие-то свечиваются, ну черт его знает, может они все врут. Никто ничего сказать не может. Вот это я хотела знать. Ты их спросишь, они и меня спросили, и все поклянутся, но если так сказать, что вариантов взлететь и посмотреть нету, нету. Так что, в принципе, да, ты берешь, там что-то засекаешь, что-то померил. Ну вот Сихстан, да, Сихстан, он мерит, ну это очень-очень опытный какой-то там мега-мега-моряк, может быть с точностью до нескольких морских миль. Вычислить по Сихстану местоположение корабля. Мы это делали, вычисляли, и в принципе, вроде как получали долготу широту, которая соответствовала морским картам. Но это единственный объективный способ, который мы, ну, засекали свое местоположение. А остальное засекали, конечно, по навигационным приборам или по картам, которые у нас в методном счисления велись. Но опять я говорю, что это все субъективно. По картам, а не крупного масштаба, какой-то обзорной картинки не составить. И значит, вы двигаетесь по азимутальной проекции? Ну, мы называли это прямоугольной проекцией. что в принципе... Да, прямоугольная проекция это когда вот просто вот что вижу, то и отображается на плоскость. Что в принципе не является... Она же азимутальная, она же прямоугольная. Но, видимо, нам говорили прямоугольная, дабы сказать, что шар или этот фрагмент шара отображается непосредственно на плоскость. Вот это все. Так как крупный масштаб, а Земля такая огромная, мол, типа погрешностей не будет, поэтому все вот так. Тогда вы уж извините меня, пожалуйста, последний вопрос, я не знаю, потому что вчера я не слышала, только чтобы подключилась. Есть ли по прямоугольной проекции максимальная длина, которую вы можете просчитать по мере своего продвижения? Какая? Максимальная? 5 километров или меньше? Я не помню, какого размера. По движению вперед? По движению вперед, но одна морская карта, я сейчас даже не помню точно, сколько морских миль. Я уже давно морских карт не видел, но в принципе в зависимости от сложности района просто разные морские карты разный масштаб охватывают. В среднем они где-то так в одном, не знаю там что там, в одном сантиметре, одна морская миля, где-нибудь так, наверное. Понятно. Ну, не очень большую, конечно, площадь. Не очень большую, да. И когда вы доходите до определенной точки, вы дальше идете по треугольной проекции. Понятно. И так вы идете... По прямоугольной всегда. По прямоугольнику. Да, я поняла. Все, все. Прекрасный ответ. Одна карта кончилась, вторую берем, дальше берем. Вторую берем. Дальше берем, дальше берем. Да, один путь, там даже до Атлантики где-нибудь, там может целую стопку карты толщиной там сантиметров несколько иметь, поэтому там постоянно. Понятно. Прекрасный ответ. Вы мне ответили на все вопросы, то, что меня мучило. Ну, сейчас уже навигационные системы такие, вот там компания Транзес Марин, сейчас она, по-моему, просто Транзес называется, давно все карты оцифровала, вбила большое количество навигационных приборов. Большинство кораблей уже пользуются уже оцифрованными морскими картами и, скорее всего, по такому же принципу. Но это надо, наверное, спрашивать уже тех штурманов, которые прямо сейчас ходят на современных. Имеется ли у них возможность укрупнять или уменьшать эти масштабы, дабы получать более обзорные картинки и более четкие понимания вообще, где они там ходят. Но это надо их спрашивать, потому что, когда я служил, тогда еще не было таких мощных навигационных оцифрованных приборов, ну, этих систем. А сейчас по-другому все немножко делается. Надо просто реальных штурманов. Я, кстати, у меня и среди знакомых есть, могу поспрашивать. Может быть, в ближайшее время увижусь. Серьезно скоро день военно-морского плода. Все встречаться будем, поболтаем. Спрошу, узнаю, как там они сейчас служат. А тогда еще уже действительно последний вопрос. Мальчики, извините меня, пожалуйста. Тоже меня мучил один вопрос. Если мы смотрим Google Earth и смотрим на морскую пучину, и мы там видим рельеф морского дна. Это невозможно так же понять. Потому что, насколько я знаю, дело в том, что я живу в Италии, и у нас якобы постоянно спасают вот этих экстракуммунитарных, ну, вот этих профугий, как они называются, ну, вот эти негры, которые переплывают на наш полуоскоп. Беженцы. Беженцы, да, да, беженцы. И, значит, когда они терпят крушение на их этих резиновых лодках, и вертолеты, когда поднимаются вверх, они могут только наблюдать определенный район, ну, там в зависимости, ну, как бы сказать, пирамидой. С определенной высоты, не более 500 метров, и вот сделаем на 90 градусов, сколько это будет такая площадь. И в солнечный день они вообще ничего не видят. И только в смутный день. Но дело в том, что, если, например, кто-то падает из этой лодки и умирает, на расстоянии метр от поверхности воды вообще никого не видят. И тогда вопрос, как же так, что мы можем наблюдать из Google Earth поверхность плоскости морского дна? Я могу еще сказать. Я могу так сказать. Я служил, да, и знаком с таким понятием, как океанографическое исследовательское судно. В задачу этих судов входит составление карт для подводных лодок. Ну, там много разных параметров в эти карты заносится. В том числе они исследуют рельеф дна. Для того, чтобы рельеф дна исследовать, тогда наносится на этот рельеф дна не только физическая поверхность дна, но и многие магнитные и гравиметрические параметры. Такое-то скажу, что все эти карты даются большим-большим трудом, многолетним количеством исследований и путешествий этих океанографических следских судов. Ну, пока в советское время было такое там судно «Академия Крылов» и так далее. И все эти карты очень засекречены были. И все эти параметры очень были засекречены. И я подозреваю, что если бы так было все просто взлетел вверх, пофотографировал, и пофотографировал все эти карты получил, то нафиг тогда гонять эти все суда с такие дорогостоящие экспедиции, что они там по 9 месяцев не вылазят. И все такое фотографируют. И то толком иногда нормальных карт нет. То есть они есть только по каким-то определенным направлениям и определенным районам, где какие-то задачи кто-то выполняет. Поэтому лично я скептически отношусь к этим картам, которые официально выложены. Да, потому что если... А позволите дополнить, меня не понимают? Да, конечно. Если спутника передаешь сигнал, чтобы зафиксировать, зарисовать морское дно, это представляем, что из спутника там почти 42, ну 30, 36, ладно, ну около 40, ну 40 тысяч километров, который дает на морскую гладь, потом внутрь, которое преображает, должно преобразить угол падения сигнала. Скорее всего, это чушь. Это все чушь. Все. Вот это мне... Я хотела узнать. Огромное спасибо. Почему чушь? Рома, передаю слово. А я хотел... Секундочку. Можно вот хотел вот уточнить по поводу гидрографии? Это же... Вот то, что мы видим на Google Earth, это не есть истина по поводу воды и по поводу материков и так далее. Сколько затонувших кораблей под водой? В любом проливе, морской город, любой возьмите, в любом заливе-проливе немерено затонувших кораблей. Хоть один на Google Earth показан. Не только корабли. Там просто всякий... Ну, даже не обязательно корабль. Просто много чего роняют, топят, нарочно топят, иногда что-то прячут. Да. Ну, я в плане того, чтобы мы увидели на картах. То есть большой затонувший корабль было бы виден. А ни одного нет. Я к тому и говорю, что на составление карт морского дна с различными параметрами тратится. Огромное количество денег. Существует целый океанографический флот во всех государствах. Он очень дорогостоящий. Все это секретится. Так что я думаю, что просто выкладывать за бесплатно некие конфиденциальные данные просто глупо. И, скорее всего, невозможно. Было бы это все просто. Тогда бы не делали бы океанографических судов, а делали бы что-то по-другому. Ну, я лично как-то делал гидрографию в проливе Босфор-Восточный во Владивостоке. Это все делалось с помощью GPS-оборудования. И ты, по сути, только можешь узнать глубину. То есть дно, где начинается. И ты можешь узнать глубину от верха глади до дна. Все. Что лежит на дне, ты не узнаешь. Тут должен водолаз нырять и смотреть. Только так-то, знаешь, что лежит на дне. Там существуют некоторые приборы океанографических судов, да. 55 метров глубина. Как ты посмотришь? Ну, я говорю, это вопрос трудоемкий. Так уж долго не буду, иначе будет занудно очень с использованием специальной терминологии. Но скажу, что существуют технологии там исследований. Все они дорогостоящие, долгие. И для этого там специальные суда создаются. И то я говорю, что они могут исследовать только ограниченные районы, только по ограниченным заданиям и так далее. Много приборов там есть, кроме хатралов и холотов, которые замеряют глубину. Есть еще много приборов, которые замеряют другие еще параметры. И на основании этой картинки там делаются какие-то некие нанесения на карту. Они как раз нужны. Из-за гипсов вот этих как раз водных. Там много параметров используется. Как раз по совокупности этих параметров делаются некие вычисления и создаются некие уникальные карты морского дна. Но это все большая работа и дорогостоящая. В Советском Союзе все это делалось. Не знаю, делается ли это сейчас. Делается, делается. До сих пор делается. Я вот делал в 2011 году. Ну, вот я говорю, что все это довольно трудоемко. Если было бы так все просто... Да, да, конечно. Все это там, я говорю, эхолоты линейные, а так и хатралы. Но эхатрал на большую глубину не бьет. Эхатрал, который с перекрытием может снимать объемную картинку дна. Но у хатралов есть там недостатки. Они как раз этот сигнал там отражающий по-разному воспринимают. Надежный эхолот, но он замеряет только линию. Ну, в общем, мрак полный. В общем, скажу, что... Тяжело это все. Сам ходил на этих судах. И на гидрографическом следственном судне был. И на океанографическом следственном судне был. Сам принимал участие в троллении дна, в замерах, эхолотами и так далее. Скажу, что это вещь такая. Там еще много других параметров, кроме эхатрала. Используется гравиметрия, используется измерение различных там соленостей и много-много других параметров, которые помогают определять рельеф дна с большей достоверностью. Но я говорю, что это работа трудоемкая. И не думаю, что со спутника на такую глубину бы он легко бы пробивал. Вот такое мое мнение. Да, и когда еще извержение идет, вообще невозможно что-либо замерить, я так думаю. Ну, кстати, тоже вот никто не обращал на такой момент по поводу солености воды. То есть, если какая соленость воды, это, соответственно, меняется проводимость, соответственно, меняются по характеристике сигналы. Ну, так я об этом упомянул. Там дело в том, что для чего все это делается. Существует так называемый параметр, как слой скачка скорости звука, ради чего-то все это затевается. Дело в том, что слой скачка скорости звука, он собрежен с такими параметрами, как соленость и температура неких слоев воды, которая меняется скачкообразно. То есть, предположим, вода может резко менять, ну, там, и в том числе соленость, меняется в какие-то резкие. Происходит слой, так называемый. Этот слой для приборов выглядит как вторая поверхность воды. Слоев скачков скорости звука, как правило, один, но бывает даже два, а бывает даже и три. Они используются подводными лодками, как раз для того, чтобы скрываться от систем обнаружения. Эти слои скачков звука как раз и используются для того, чтобы океанографические и гидрографические светские суда и вычисляют все эти параметры для определения этих всех параметров. Слои скачка скорости звука находятся в разных регионах и зависят, конечно, и от самих постоянных течений, и от времен года, и различных других сезонных колебаний. Они наносятся на карту и в регионах действия подводных лодок они известны, потому что тогда лодка, обладающая такими сведениями на своих картах, может использовать как способ ухода от систем визуального и другого приборного контроля. Вот, соответственно, что если эти слои скачков скорости звука делают лодку невидимым даже для средств обнаружения, которые находятся вблизи, то какой там спутник может вообще пробить еще со стороны 40 тысяч километров, это совершенно невозможно. Если бы так все было возможно, тогда бы вообще никакого смысла в этом подводном флоте уже давно бы не было. Все это нереально. Да. А насчет вот этого слоя скачка скорости звука, он также должен изменяться от сезонности, потому что мы знаем, что во время зимы и ближе к весне начинается обмен морских масс. Да, да, конечно. Я об этом и сказал. И сезонность, и течение, и местоположение, они все меняются. Да, существуют карты для некоторых регионов нахождения этого слоя скачка скорости звука, он разный. Тогда возникает вот такой вот простой вопрос, а что же тогда нам показывает в Google Earth на вот этих вот фотографиях? Дело в том, что вы же не знаете про слоя скачка скорости звука. А если любой вопрос копнуть, любой вопрос копнуть из того, что нам показывают, любой специалист, в том числе, как Конюхова, любой гребец, любые спутники, любой специалист легко вскрывает, просто, видимо, никому дела нет и никто не состыковывает все эти параметры. Как бы существуем мы взаимно сразу в двух-трех реальностях. Одна реальность официальная, другая реальность объективная, третья реальность специализированная. Мы как бы одновременно верим в три взаимоисключающие друг друга вещи и не пытаемся их даже состыковать друг с другом. Вот и все, так на это и идет. Да, Алексей, давайте подведем просто такой короткий итог по поводу картографии, что так называемая подводная, скажем так, картография, которая представлена у нас на картах, таких как Google Earth, и которые все активно изучают, является, скажем так, скорее всего, поддельной, потому что до сих пор измеряют, что-то проверяют, и тогда бы не было смысла даже в этих подводных судах, как подводной лодке с боевыми зарядами, если бы их можно было легко определить. Вот. И об этом говорят очень многие приборы. То есть, хорошо. То есть, у меня тут есть еще сейчас-то пару вопросиков. Вопрос про секстант. Одинаково правильно работает на разных полушариях и на экваторе, то есть, ну, то есть, он везде рабочий, да, получается? На что, грубо говоря, ориентируется секстант? Секстант замеряет высоту светила относительно горизонта. А какого светила? Ну, езжешь много там. Существует группа так называемых навигационных созвездий и навигационных звезд, относительно которого замеряется. Дело в том, что там после измерения секстаном, ну, для измерения секстаном, как правило, нужно два человека. Одному очень трудно мерить, потому что нужно очень точное время, с точностью до десятых долей секунды. То есть, специальный хронометр используется для работы, для замеров секстаном. Вот. Точно так же существуют еще некие звезды, так называемые, навигационные, относительно которых делаются эти замеры. В том числе, замеры делаются относительно Луны, ну, причем у Луны там берется нижняя кромка или верхняя кромка, ну, там это оговорено в таблицах. И в том числе, могут быть замеры произведены по Солнцу. Вот. Получается, у нас самые сложные, конечно, измерения относительно планет, потому что по ним самые сложные таблицы. Но более-менее мы предпочитали, если там секстаном что-то определять, то основные наиболее гарантированные это всевозможные звезды типа Сириус, Вега, ну и так далее. Я сейчас так на вскидку сходу не напомню. Ну, полярная звезда, например, толком не рассмотреть, она появляется очень поздно. Потом измерения по звездам возможно только в сумерке, когда появляются некоторые только звезды, а еще основной массы звезд не видно и видна еще линия горизонта. Вот тогда только используется все это дело. Вопрос такой, вот вы сказали по поводу времени. Получается, что по поводу северного и южного полушария, то есть, ну, время вот между вот этим вот долей секунд, то есть, оно же должно как-то отличаться или одинаковый принцип? Ну, на корабле любом всегда существует несколько времен устанавливаемых на корабле или судне. Всегда известно гринвическое время, всегда известно время, ну, типа у нас было московское время и устанавливается так называемое судовое время. Судовое время устанавливается командиром корабля, видимо, в зависимости от усредненного времени, ну, в зависимости от района плавания. Это необходимо, потому что, если бы, так как корабль, особенно, когда плывет строго на запад или на восток, тогда пришлось бы время менять часто, что очень неудобно для экипажа, например, для, потому что многие службы работают вахтовым методом, то есть, ну, там 4-4 часа заступают на вахту. Если бы время пришлось бы менять часто, то пришлось бы, ну, поэтому, как только корабль выходит из порта и достигает какой-то зоны уже навигационного там плавания, объявление по кораблю звучит там, там, московское время такое-то, там, гринвичское время такое-то, а вот судовое время будет таким-то, и все, корабль устанавливается. по судовому времени все живут, а измерения все производят по гринвичу, поэтому, в принципе, гринвичское время, оно всегда везде одинаковое, и, в принципе, и эти хронометры все тоже синхронизированы по гринвичскому времени, как и, соответственно, все дальнейшие вычисления и таблицы по навигационным, они используются по гринвичскому времени относительно левого меридиана, проходящего через Англию. Нет, вот тут чуть-чуть отлить, вот у меня вопросик чуть по-другому, и я, может, неправильно его воспроизвел. Смотрите, вот вы находитесь, например, в северном полушарии, в районе, ну, то есть, возле Германии, да, скажем так, возле этих берегов, вы смотрите на так называемую Вегу, созвездие, да? Да, альфа-созвездие Лиры, звезда Вега. Вега, да, я прошу прощения, звезда Вега, да, и вот вы высчитываете, вот для вас важны вот эти доли секунд, да? секунд. Да, конечно. Ну, как там делается, один на хронометр смотрит, у него там, ну, он тикает там, и он говорит, тофс, и говорит, ноль. Это значит, он засекает время, которое точно известно, и тот, который в секстан, потому что, на самом деле, когда в секстан смотришь, он дает большое увеличение еще даже, и лучше всего локти даже куда-нибудь зафиксировать на что-нибудь, потому что секстан в руках трясется. Вот, и звезда там начинает плыть, и нужно ее засечь очень точно там, и поэтому делается обычно несколько измерений, и тот, который на хронометре, он говорит, тофс, и тот говорит, ноль, и тот записывает параметры, ну, высоты звезды, там до десятых долей угловой минуты записывается его высота, опять говорит, тофс, ноль, и он опять записывает. Обычно 6-8 измерений делается на одно светило, и, конечно, хороший результат, более-менее, если сделаешь измерения на 4-6 светил, поэтому, ну, поэтому, например, только измерения, иногда, ну, если секстаном пользоваться, занимает там до получаса, даже урок. Да, это прекрасно. Дальше. Вот, представляем, вот этих два человека на том же судне переносится в южную часть, то есть, ну, где вы там пожелаете, вот, вы находитесь, то же самое, только в южном полушарии за экватором, ну, то есть, относительно северном полушарии, да, и вы начинаете в южных широтах измерять, грубо говоря, те же созиды. Вы же можете на те же сроки ориентировать, Я в южном полушарии не измерял, не пробовал, ну, наверное, кто-то измерял, может быть, надо спросить. Да, и вот спросите, какая разница вот именно во времени перемещения, вот в этих вот в долях секунды, она должна однозначно отличаться? Возможно, дело в том, что так могу сказать, что сикстаном, сикстаном пользуемся мы только в учебно-тренировочных целях, для того, чтобы сохранять навыки и иметь возможность иметь другие объективные способы контроля местоположения судна и все. Поэтому обычные моряки, как правило, даже вот сейчас меня попросить сикстаном пользуются, я, наверное, может быть, даже и не смогу, потому что мы пользовались этим только в учебно-тренировочных целях. Это, как сказать, для общего развития. Но все равно, что сейчас попросить вас научиться считать на счетах. Ну, то есть мы так, или, знаете, на арифмометре Феникс. Так для общего развития, но вряд ли мы этим будем пользоваться. Нет, но я понял. Дело в том, что есть такое понятие, как поддержание даже в военно-морских силах и даже ну, в авиации это не так активно, но в военно-морских силах обязательно изучить, ну, то есть вспоминается морзянка, независимо от того, что насколько бы ни был технологически развитый комплекс для корабля и, соответственно, для всего обслуживающего персонала, сколько ни существовало дублирующих систем, есть морзянка. Ее обязательно должны быть сзади. согласен. Еще флажный семафор тоже сдаю вальпо-дневный зачет. Флажный семафор тоже используется. Да, то же самое это для банков. То есть у банков тоже есть, грубо говоря, все хорошо, есть калькуляторы, компьютеры и в этом духе, но тем не менее счеты в самых старинных банках до сих пор хранятся и никто их не отменял. И все же, пожалуйста, мне будет убедительная личная просьба. Я спрошу у тех, что, если там среди моих друзей остались те, кто в Южно-Полушарии ходит, я спрошу у них. Хорошо. Поправка на Луну. Вы же знаете, что она постоянно же двигается и не только по там запад-восток, то есть по восток-запад, но она же еще по кругу двигается. У вас были какие-то скеды, схемы? Конечно, конечно. Ну, что же вы думаете, там это все рассчитывается, там, причем планеты тоже определенным раздвигаются, они как раздвигаются совсем не так, как звезды. Почему их как раз планетами и назвали? Потому что планеты, у них своя траектория по небу. как раз мы очень не любили делать замеры на планеты или на Луну, но нас заставляли делать для того, чтобы мы тоже практиковались. Как раз... Только практиковались, только в вычисленных целях. Да, скажу, что по Луне сделать нормальные замеры не так просто, то есть там очень сложная схема вычислений была, большое количество таблиц использовалось, там даже скажу, что схема вычислений, видимо, по формулам была столь сложна, что для вычисления некоторых местоположений в основном пользуются таблицы. Это так называемый морской астрономический ежегодник, они назывались МАЕ. МАЕ и название там МАЕ 73, МАЕ 52, МАЕ еще так далее. И в зависимости, я сейчас на память не помню, помню, что вот эти толстые таблицы в зависимости от широты и так далее, там в общем делаешь замеры, потом в таблицах открываешь определенные колонки, строки, там по ним высчитываешь определенные параметры, и потом там хреново тучи вычислений и в конце концов ты получаешь какие-то там координаты. Вот, скажу, что это так не для средних умов занимало до нескольких часов, если много измерений, то есть ты полчаса сначала паришься, все это меряешь, а потом еще часа полтора-два считаешь. И хорошо, если там нигде ничего не ошибся, потому что вычисления многоходовые и сложные, даже в том числе по таблицам. И, ну, мы затачивали много раз, скажу, что соревнования проводились, кто быстрее, кто точнее. Ну, в общем, набивали руку, так скажу. Хорошо. И если так, мы же знаем, что Луна двигается, корабль двигается, и, значит, каждую секунду координаты они изменяются. Конечно. Так, к чему это тогда пользоваться вот этими методами координат, если оно уже априори не будет точным? Просто так, для практики? Ну да, для практики. Ну как, она не такая совсем уж точная. Во-первых, корабль, да, двигается, но это тоже учитывается. Во-первых, известно направление движения корабля, известна его скорость, поэтому в данном случае, когда начались вычисления, когда они закончились, то тоже известно. Поэтому в данном случае получается некая средненная точка на определенный период времени, и, естественно, все это учитывается. Поверьте, что все вопросы, которые вы зададите, уже давно учтены, потому что метод замер по Сикстану используется десятилетиями, едва ли не столетиями, если, соответственно, все подводные камни и все возможные уже способы пройдены, учтены и задокументированы, естественно, учитываются. И это точное исследование вот таким образом? Или все-таки дается, как всегда, поправки? Ну, на моей практике в лучшем случае замеры производятся с точностью до двух морских миль. Если это удается такую точность измерить местоположение корабля, то это просто круто. Потому что хорошо, если ты вообще замерил. Ну, я говорю, по первости, когда все начинают меривать Сикстаном, вообще такое можно намерить, что ты плывешь в Атлантике, а тебе он показал, что ты в Индийском океане. Поэтому, нет, там я скажу, что нужно очень набить руку и потратить, думаю, что там не меньше года на изучение морской астронавигации, чтобы набить руку на измерения с Сикстаном и пройти много практических занятий, чтобы действительно хоть какой-то практический смысл в твоих исследованиях был в измерениях. Но это возможно. Это возможно. Ну, и, конечно, с поправками. Тогда еще глупейший вопрос, но все-таки вы уж меня извините, я хочу вам задать. Если, когда идет расчет по местоположению Луны. А если Луны нету? У нас такое бывает часто, что у нас 3-4 дня назад целых 10 дней мы не видели Луны. Луна может просто не взойти. То есть, в данном случае по какому-то причине она в восходу Луны не произошла. Или на Волуне. Такое может быть, тогда по Луне просто не делается замеров, а делается только по звездам. Кстати, точно так же можно делать замеры и по Солнцу. Надевается специальный светофильтр на секстан. И, конечно, даже с учетом того, что Солнце ходит, так как время фиксируется и так далее, так далее, все возможно. Я это читала, что есть такой секстант очень древний якобы, что даже если Солнца не видно и можно по каким-то определенным, я не знаю, какой-то фильтр надевается, сделанный из определенного слюда, что ли. Да, да, да. Слюда, правильно, да? И ты видишь местоположение Солнца. Да, да, я это читала когда-то. Понятно. Спасибо. Так, уважаемые слушатели, и у нас ведущие именно спрашивают, Алексей, вы не устали? Просто на просто вы постоянно говорите и начинают мне задают вопросы, но я не претендую на главенство. Можете поговорить сами. А я, да, кстати, между прочим, Светлана приветствует на Котляров ФМ. Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители. Я когда это прочитал, вы понимаете, люди такой закалки, это вы даже вот самых страшных снаб себе не можете уявить, какая-то школа, вот что связано с морским плотом. Это раз. Второе, и пока, ну, хотя, без Алексея я вчера озвучил, сейчас не буду при его, это, присутствии, озвучивайтесь, он даст, добро озвучиваю. Алексей себя вдержит в форме. Вы многие обратили внимание, что он, во-первых, голосовые связки, но дело не в голосовых связках, еще много других факторов есть. Он держит себя в форме, и у него, как бы, ну, классическим способом, ну, не способом, а термин подберу, да, душа молодая, вот. И, как говорится, вот, кто там, допустим, я сталкивался с фотографиями, и даже, вот, что ему далеко, грубо говоря, за полтинник, возраст, как говорится, паспортные данные не отразились на его лице и на голосе, то есть, он, как 30-летний юноша, вот, поэтому, я думаю, что усталость, ну, напрасно расписываюсь за Алексея, но, думаю, наверное, он не чувствует. Нет, я особо не чувствую, я могу так сказать, что, если, так сказать, по официальным сведениям, то у меня несколько мастеров спорта по разным вопросам, я 4-х кратный финалист чемпионата мира по некоторым, ну, там, видам спорта, плюс я финалист чемпионата России по ликвидическому многоборью, чемпион дальневосточного округа по некоторым видам единоборств и плюс мастер спорта международного класса, судья международной категории, так что, в принципе, причем я до сих пор действующий и так далее спортсмен и постоянно поддерживаю форму на очень высоком уровне. Алексей, возьмите мне ученики. Это был не сарказм. Я был не серьезно. Ну, у меня есть своя клиентура, да, в принципе, до сих пор этим занимаешься. Ну, кстати, Алексей, вам, наверное, знакомо такое прохождение тестов несколько суток и, скажем так, то, что сейчас вы ведете эфир, я понимаю, что для вас это не сильно сложно, но вопрос, да, но вопрос просто самой вот этики и, грубо говоря, общения, начнем с того, что многие слушатели просто за вас беспокоятся, то есть, ну, это тоже полно серьезно и, соответственно, наши соведущие тоже задают вот такой вопрос, то есть, и поэтому я обязан его был задать. Спасибо. Ну, я говорю, я не рвусь в лидеры. Да, Алексей, да, тогда, если кто-то хочет. Да, хочу задать вопрос. Вячеслав хочет Алексею задать вопрос. Ну, у меня, как я всегда подчеркиваю, у меня вопросы всегда другого порядка. Алексей, вот просто, как бы, для истории, ну, первый вопрос, он из трех состоит, да, или из двух. Когда ты впервые услышал о сотовом мироустройстве, и второй вопрос, когда ты услышал, какая была твоя реакция на это, вот, ну, я скажу так, я практически был морально к этому готов, потому что я уже к тому моменту более-менее свыксый смысл, что Земля точно не шар вращающийся, но меня, как бы, терзали смутные сомнения, а что же за пределами. Тем более, я привык к методам анализа, ну, я так вот делаю такие выводы, что все приблизительно по принципу матрешки устроено, что как бы маленькая матрешка, или, нет, так скажу, что большая матрешка содержит свойства более мелкой, ну, и так далее, как бы система вложенности, то есть всегда существует некие, такое наследование подобий, независимо от того, система сложная, большая или маленькая, то есть, в принципе, все равно, это я наблюдал на коллективах, тоже маленький коллектив, все равно устраивается по подобию большего коллектива, больший коллектив по подобию и так далее, так далее, так далее. Ну, и, соответственно, все законы мира приблизительно также устроены. Соответственно, когда я посмотрел, как все устроено, ну, те же атомы там, и я почему-то все-таки думал, что микромир должен быть такой же, как макромир, или макро, как микро, и, соответственно, когда я понял, что, ну, например, вот в эту систему однозначно не вписывала система гелиоцитрическая, потому что она какая-то совершенно странная. А вот когда я понял, что Земля не вращается, то подумал, что там вообще такое. И тут вдруг я натыкаюсь на канал Вячеслава Котлерова, который вот это. И у меня вообще-то как-то внутри сразу скажу, что логика срослась. Я скажу, что я как-то подумал, что это наиболее логичный вариант объяснения многих моментов. И поэтому я ее... Я правда единственное, что думаю, что никогда ничего не совпадает с тем, что мы думаем. То есть мы что-то предполагаем, а по факту потом получается что-то по-другому. Но как за отправную точку для начала мыслить, система сотового мира мне нравится. Я услышал это первый раз, когда посмотрел первые ролики Вячеслава Котлерова. Тогда я, можно сказать, с ним косвенно и познакомился. Ну, потом скажу, что у меня он как человек, чисто из диалогов о том, как он ведет себя, как отзывается о людях, как он, в принципе, себя позиционирует. Мне нравится. То есть, в принципе, человек такой чувствуется добрый, обстоятельный. Ну и как бы понимать, что он говорит. То есть вот мой ответ. Взаимно, взаимно. Спасибо. Да, сейчас, как я говорю... Да, Света, добавишь что-то, да? Нет, нет, я говорю, мы все так думаем. Не, не, я есть... Может, некрасиво я сделал. Я разделил людей на три группы. Это моментально проснувшиеся середняки, которые сомневаются, к какому лагерю примкнуть. И беспробудные. Ну, в той или иной мере. То есть, это... Ну, вот, Алексей сам приводил пример, что его коллеги, так, сослуживцы даже и не будет пытаться затрагивать эти темы, потому что это будет... Ну, не есть хорошо. Вот. Но это беспорезно. Я уже пробовал это только, так сказать, ронять несколько авторитет, и они тебя начинают учислить немножко в душевно больных, а я так не люблю. Ну, вот, как человек, который знаком с картами... Следующий вопрос. Может, он... Как это... Я передергаю на себя, но я не могу успокоиться. Я специально Алексей расшарил карту. И я четко вижу вместе с вами, уважаемые зрители, невооруженным глазом, что, допустим, восточная часть Кореи Чины, Китая. И вот этот... Где находится... Я люблю называть носик Южной Кореи. И восточная часть Америки. Они визуально идентичны, насколько я вижу. Только масштабирование разное. Идем дальше. Восточная часть... Ну, буду говорить России и Канады. Тоже идентичны. Я в ролике показывал, если перевернуть верт тормашками и отзеркалить, то восточная часть не идеальна, но береговая линия очень похожа. И утраченная... Юго-восточная часть, где указано на этой карте, внизу слева, вот я показываю, она идентична Мексике. Если ее, опять же, перевернуть и отзеркалить, то она получится вообще вот этот носик. И даже, скорее всего, вот этот носик они еще раз отзеркалили. Вот. Значит, а в чем вопрос? Первый вопрос... Я правильно подметил? И второй вопрос, почему ранее это не подметил никто до меня? Ну, вообще-то, я думаю, что, скорее всего, лично я там наблюдал за картами, но, понимаешь, существует какой-то, ну, некий запрет, что ли, в голове. Ну, мало ли, похоже, случайно. Может, похоже. Не-не, это ты сразу на второй отвечаешь. А первый подмечено мной верно, вот как человек, который видит карты. Сейчас я показываю, что это одно и то же, или все-таки они просто на самом деле, так, допустим, они существуют эти материки и так просто географически сложилось. Или все-таки правильно давлю на то, что это одни и те же места суши, только немножко показаны под одним углом. Вот пока первый вопрос. Там, визуально хотя бы, визуально. Мне кажется, и так, и так, возможно. Но лично я был в Южной Корее, был полностью, проехал с юга на север и обратно. В принципе, страна точно существует и она, в принципе, довольно большая. Вот. Потому что, например, я прилетел в город Сеул, потом летели в город Бусан и на самолете лететь почти час. Вот. В принципе, был потом в центре Кореи, там гор много. Вот. в Таиланде... попрошу, что я перебиваю некрасиво делаю. Сейчас я говорю за визуальную подачу. Это ты, кстати, уже перейдешь к третьему вопросу. Нет, я просто говорю, скорее всего, может быть, и так, и так. Это все требует, ну, как я говорю, что по мне, так, например, можно, исходя из этих сведений, это для меня как некий повод усомниться. То есть, в правильности того, что сейчас существует. Но, но это все требует проверки. Вот. Ну, возможно, почему нет? Все может быть. Хорошо. Такое детское мое наблюдение. Я просто не сильно силен в вопросах техники, но интуитивно чувствую, что, допустим, люди, проживающие, к примеру, в Хабаровске или еще чуть южнее, какой-нибудь кулибин может создать квадрокоптер. это, естественно, нужны деньги. Я за воздушный шар молчу, потому что воздушный шар это вообще опасная вещь. Скажу, что ты собью, ты скажешь, что ты рест. Да, 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 да. Вот, как говорится, просто, я знаю, что есть такие доморощенные кулибины, которые из вилки, как говорится, танк могут склепать. Поэтому, теоретически, если человека оснастить необходимыми средствами, просто сказать, вот, допустим, Андрей Георгиевич, да, вот вам это финансы, сделайте такую штуку, чтобы пролетело с относительно северной точки на юг и фиксировало это все в онлайн-режиме. Готов. А? Я готов. Да? Кстати, а вот, а, еще, воспользуюсь случаем, я сейчас использовал Андрей Григорьевич, я, честно говоря, не ожидал, что наши уважаемые Андрея Купцова вот так болезненно относятся к критике. Я уже сегодня говорил и сейчас повторю, если вы пройдете под ролик Андрея Купцова связанный с Америкой, у меня там, я не помню, третий от конца или там четвертый, Андрей Купцов под псевдонимом Алексей Купцов лично каждому кидает вызов. То есть, тот, кто сомневается в его словах, он пишет, давай, заходи ко мне в скайп, пишет свой номер телефона и я так это удивило, что, ну, вот, ну, настолько серьезно, причем вот эта фраза его такая замечательная, она говорит, вы, ну, на вы даже ко мне перешел, это говорит, вы говорите, что континентов нету, а я, ну, а потом он от себя говорит, а я говорю, что даже страны США нету. Имеется в виду в юридическом плане. То есть, естественно, есть города и что мы знаем о городах? Ну, скажем так, что они есть, а вот на каком участке земной суши, чтобы земной шар поднялся, допустим, примерно, над тем же Нью-Йорком, очень высоко и все опять зафиксировал, у нас нету такой возможности. И вот, скажем так, меня это очень удивило. Света, как, ты впервые слышишь, что Андрей Купцов это, под роликом своим оставляет комментарии, такие, мол, давай, давай, вот мой телефон, давай поговорим. Там человек пишет, у меня барабады из USA, Андрей Купцов пишет, так, адрес предоставляй конкретно, фирму, где это было изготовлено. Ну, это так, немножко, минутка юмора. Минутка юмора, да, Слава, тоже продолжаю минутку юмора. Я, как знаешь, из итальянской гладио. Я не включаюсь в эфир, но я на планшете тебя слышала и слышала, о чем ты говорил. Конечно, я посмеялась, но проверить еще не проверила. И ты же знаешь, что я его очень хочу поговорить, ну, если мы можем его пригласить в эфир, и у меня к нему есть несколько вопросов, серьезных вопросов. Так что, а это, что он подписывал, нет, еще не смотрел, у меня не было времени. Я даже на всякий случай, но я слышала все. Да, да, я на всякий случай, вдруг он удалит, я собрал все его комментарии в один и сделал копию под роликом. Кстати, уважаемый Андрей, если вдруг вы нас слышите, у меня Андрей всегда на связь, знаете, как выходил, пингвинчика упускал в этом виде, да, в этой, смайлик, мол, маяк, Вячеслав, мол, я готов. Андрей, пароль помню, если вы вдруг не спите и смотрите Котлер ОФМ, давайте ваших пингвинов, и, понимаете, будет замечательная беседа, если вы вдруг подключитесь. Если вдруг услышите там записи, ну, в будущем давайте кидайте пингвинов, мы вас всегда будем рады видеть на Котлер ОФМ, и... Я бы не хотел одну вещь сказать. Знаете, друзья, я хотел бы с вами попрощаться, потому что мне сейчас надо уже идти, вот. Ничего, вы не против? Нет, наоборот, смотрите, уважаемые слушатели, Алексей нам посвятил 2 часа 36 минут своего драгоценного времени, поэтому от лица слушателей, зрителей и участников чата Вячеслав Котлер ОФМ благодарит Алексея за столь шикарные и занимательные подробности о нашем месте, где мы проживаем, и в будущем приглашаем Алексея в Довда Котлер ОФМ, потому что... С удовольствием приму участие, и... всем до новых встреч, спасибо вам всем за внимание. Огромное спасибо, да, огромное спасибо. Спасибо за общение, всего доброго. Всего вам хорошего. будут вопросы, я еще буду сейчас смотреть, думать, и я уверена, что у меня, например, еще будут вопросы. Отлично, ну тогда до новых встреч. До новых встреч, Алексей, спасибо. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok